Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! 21 августа. Житие святого апостола из 70-ти. Фаддея. Святой апостол Фаддей происходил из города Эдеса. Родом он был еврей и в совершенстве знал священное писание Ветхого Завета. В одни святого Иоанна Крестителя святой Фаддей пришел в Иерусалим, услышав здесь проповедь предтечи Господней, и увидав ангельскую жизнь его. Фаддей весьма изумился и принял крещение от Иоанна предтечи. Вскоре после того святой Фаддей увидел Господа нашего Иисуса Христа, пребывавшего во плоти и обитавшего среди людей, услышал также учение его и увидел дивные чудеса, совершенные Господом нашим Иисусом Христом, и последовал за ним. Святой Фаддей был принят Господом и приччен к сону семидесяти апостолов, меньших, о которых сказано в Евангелии. Ивил Господь иных семьдесят и послал их в подвох перед лицом своим во всякий город и место, куда хотел идти сам. В числе этих-то семидесяти апостолов был воспоминаемый ныне святой апостол Фаддей. Отправляя этих апостолов на проповедь Евангелия, Господь сказал им, «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите, Господи, на жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков. Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдете, сперва говорите, «Мир дому сему». И если будет там сын мира, то почиить на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится. В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Не переходите из дома в дом. Если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат, и исцеляйте находящихся в нем больных, и говорите им, «Приблизилось к вам Царствие Божие». Если же придете в какой город и не примут вас, то вышедший на улицу скажите, «И прах, прилипший к нам от вашего города, оттрясаем вам. Однако ж знаете, что приблизилось к вам Царствие Божие. Слушающий вас меня слушает, и отвергающийся вас меня отвергается, а отвергающийся меня отвергается пославшего меня». Семьдесят учеников отправились на проповедь Евангелия с великой радостью и проповедовали Слово Господне. Потом возвратились к Господу и возвестили Ему, что и бесы повиновались им ради имени Его. После вольного страдания смерти, тридневного воскресения и вознесения на небо Господа нашего Иисуса Христа, святые апостолы разошлись для проповеди Евангелия по всей вселенной. Святой апостол Фадей был послан Господом для проповеди Евангелия в город Эдес. Ибо Господь наш Иисус Христос, еще до вольного страдания своего, обещал прислать сюда одного из числа своих святых апостолов. Правитель города этого был князь Авгарь. И вот этому-то Авгарю Господь и обещал прислать своего апостола. Этот Авгарь был одержим неисцельной болезнью, проказою. Услыхав о дивных чудесах, творимых Господом Иисусом Христом, Авгарь весьма пожелал видеть Его, слышать Его учения и исцелить все силы Его от своей тяжкой болезни. Но не дерзая надеяться на то, что Господь Иисус Христос придет к нему сам, Авгарь послал Господу некоего искусного иконописца и поручил ему изобразить красками лицо Господа. При этом Авгарь отправил Господу послание, в котором писал о том, что он слышал о Господе и его дивных чудесах, как он без всяких врачебных снадобий и растений исцелял болезни, давал зрение слепым, хождение хромым, исцелял прокаженных, изгонял из людей духов нечистых, ворчевал одним словом своим расслабленных, лежащих долгое время на одре болезни, и воскрешал мертвых. «Слышу о тебе все это», — писал Авгарь, — «я думаю о тебе одно из двух, или ты сам Бог, сошедший с неба, или ты сын Божий, так как ты творишь весьма удивительные и преславные чудеса. Поэтому я пишу тебе это послание мое смиренное, дабы ты потрудился прийти ко мне и исцелил бы меня от моей неизлечимой болезни, которую я страдаю уже много лет». Господь наш Иисус Христос, видя веру и упование князя Авгаря, послал к нему нерукотворенное изображение причистого лица своего, а также написал и послание, в котором говорил так, «Блажен ты, Авгарь, не видевший меня, но уверовавший в меня, и во мне написано, что видящие меня не явят веры, не видящие же уверуют в меня и наследуют жизнь вечную. Ты пишешь ко мне, чтобы я пришел к тебе, но мне подобает совершить то, ради чего я послан, и по совершению возвратиться к пославшему меня Отцу. И когда я буду вознесен к нему, тогда пошлю к тебе одного из учеников моих, который совершенно исцелит тебя от вечной болезни, подаст тебе и находящимся с тобою жизнь вечную». Князь Авгарь, получив это послание и, видя нерукотворенный образ Господа нашего Иисуса Христа, преисполнился великой радости. Облабызав с любою послание и поклонившись образу Христову, Авгарь вскоре же получил значительное облегчение от своей болезни, потому что лишь только незначительная часть проказа осталась на лице его. Для окончательного же урочевания Авгаря от болезни был послан Господом согласно его обещанию святой апостол Фаддей, который исцелил Авгаря уже вполне, не только телом, но и душою, как об этом и будет сказано ниже. Когда святой апостол Фаддей пришел в город Эдес, то не открылся сразу князю Авгарю, а вошел сначала в дом одного знакомого ему еврея по имени Товия. Прибывая у этого еврея, святой Фаддей чудесно творил многоразличные исцеления силой Христовы, исцеляя всевозможные болезни возложением рук и призванием имени Господа нашего Иисуса Христа. Весть о святом Фаддее вскоре же распространилась по всему городу, и жители города того начали приносить к святому апостолу многих больных. Видя быстрое исцеление их, все весьма удивились. Спустя некоторое время было донесено князю Авгарю, что неизвестный муж, пришедший из Иерусалима, творит многие чудеса именем Христовым. Хотя же Авгарь вспомнил об обещании Христовым прислать к нему одного из учеников своих и подумал про себя, «Не тот ли пришел, кого обещал прислать Господь?» Потом приказал позвать Тови и сказал ему «Я слышал, что в доме твоем обитает какой-то муж, пришедший из Иерусалима». «Говорят, что муж этот исцеляет болезни именем Иисуса Христа». Тови отвечал «Да, действительно так». «Совершенно верно сказал ты, Господин, что тот муж, который проживает у меня, творит много чудес именем Господа Иисуса Христа». Тогда князь сказал «Приведи его ко мне». Тови отправился к святому Фадеи и сказал ему «Меня призывал к себе князь города этого и приказал мне привезти тебя к нему, чтобы ты исцелил его от болезни, которой он страдает». Святой Фадей отвечал «Воистину я послан к нему». На другой день рано утром оба отправились к князю, между тем у князя уже собрались все вельможи и советники. Когда святой апостол Фадей входил во двери княжеских палат, князь посмотрел на него и заметил, что лицо апостола осеивалось каким-то необычным цветом. Афгарь пришел в ужас, встал со своего места и поклонился до земли апостолу Христову. Между тем все бывшие там весьма изумились этому поступку князя, недоумевая, ради чего князь поклонился простому человеку, так как не видали того дивного сияния, которое исходило от лица апостола Христова. Потом князь спросил святого Фадея «Ты ли ученик Господа Иисуса Христа, Сына Божия, который обещал послать мне одного из Твоих учеников, дабы совершенно исцелить меня от недуга моего и даровать мне, равно как и всем близким, моим жизнь вечную?» Апостол Христов отвечал, «Так как Ты явил великое упование ко Господу моему Иисусу Христу, то я и послан им к Тебе. И если вера Твоя увеличится еще более, то будет исполнено все, чего Ты не пожелаешь по вере Твоей». Афгарь отвечал, «Я столь горячо веровал в Него, в Господа Иисуса, что намеревался собрать войско, идти войной на иудеев, распявших Господа, чтобы отомстить им за их жестокость и злобу, и дабы окончательно истребить их. Но мне воспрепятствовали в этом римские власти, коим подчинена страна наша». Святой Фаддей сказал, «Господь наш пострадал ради спасения мира. Исполнив же волю Отца Своего, Он вошел к Нему на небеса со славою и воссел одесну и Его. Господь наш не нуждается в том, чтобы кто-либо отомстил за Него врагам Его, ибо Он Сам имеет власть над всеми. Он Сам будет некогда судить живых и мертвых и воздаст каждому по делам Его». Святой Апостол Фаддей говорил князю Авгарю и всем тем, кто был вместе с ним, многое другое о Господе нашему Иисусе Христе. Потом, доведя его до полнейшей веры в Господа, крестил Его. То час же после крещения Авгарь получил исцеление от проказы. Следует заметить, что после первого исцеления у Авгаря еще оставалось лицо в проказе, а сначала он был поражен проказой по всему телу своему. Когда принесено было к нему письмо, послание Христова и нерукотворенный образ Пресвятого Лица Христова, тогда впервые Авгарь был исцелен, его тело очистилось от проказы, и только небольшая часть его тела по Божьему смотрению, именно лицо, оставалось еще неисцеленным до прибытия апостола. Вместе с тем произошло и другое исцеление не тела только, но и души после прибытия апостола во святом крещении. Ибо из святой купели князь Авгарь вышел совершенно здравым. И не только князь Авгарь крестился после проповеди апостола, крестились все, проживавшие в доме его, также крестились и все те, кто видел чудеса, совершенные апостолом, а также и те, кто был исцелен апостолом от болезней. После того святой апостол Фадей приказал князю собрать всех горожан, чтобы и они могли слышать Слово Божие. Утром следующего дня собрался весь народ. Апостол Христов, встав на высоком месте, начал благовествовать всему народу об едином Боге, сотворившем небо и землю, и все видимое и невидимое, всемогущие силы своею. Святой апостол Фадей поведал народу и о том, как Господь наш Христос и Иисус сошел с неба на землю, неизвестенно воплотившись ради спасения людей, как Он пострадал волею, воскрес, вознесся на небеса, и приготовил для добродетельных вечную награду на небесах, для злых же нескончаемые муки в аде. Поведал святой апостол о всех прочих тайнах Божия домостроительства в подробных ретях. Весь народ, слушавший апостола, явил веру словам Него, так, как видел чудеса, совершенные апостолом. Все видели исцеленным князя своего и многих других, одержимых ранее различными болезнями. Все начали прославлять Господа и стали просить крещения у апостола. Таким образом, город Эдес был просвещен святою верою во имя Господа нашего Иисуса Христа и святым крещением. После этого здесь начали строиться храмы и были поставлены пресвитеры руковозложением апостольским. Князь Авгар весьма желал отблагодарить апостола Христова чем-либо за свое чудесное исцеление. Поэтому он предлагал ему много золота, но святой не принял ничего, сказав, «Если мы оставили свое собственное, то как пожелаем получить и приобрести что-либо от других?» После того, как святой апостол Фадей утвердил в Одессе святую веру и благочестие и направил все ко благу, он отправился в Месопотамию, здесь он просветил многих, обратив ко Христу, и создал храмы. Святой апостол прошел по многим сирийским городам, подвязаясь во благовестие имени Христова. Потом пришел финикийский город Бейрут, проповедав здесь имя Христова, и, крестив многих, святой апостол Фадей почил здесь с миром о Господе. Кончина святого апостола Фадея последовала около 44-го года. Есть известие о посольстве Нарсесса, царя ассирийского, к Авгарю, князю эдейскому, с просьбой или прислать ему святого апостола Фадея, или написать ему, Нарсессу, о чудесах, сотворенных этим апостолом. В ответ на эту просьбу, Нарсесса Авгарь сообщил ему о чудесах апостола Фадея. Следует заметить, что воспоминаемый ныне святой апостол Фадея есть иное лицо от святого апостола Иуды Фадея, называемого Левеем. Апостол из 12-го, в память, коего празднуется в 19-й день месяца июня. Под этим числом можно читать и житие его. В прологе под нынешним числом над Синоксарем, воспоминаемому ныне святому апостолу Фадея, есть такая надпись «Память святого апостола Фадея, что и Левей». Однако следует заметить, что просьби с Левей должно усвоять и этому святому Фадею, но и иному апостолу из 12-й, как об этом упоминается и в Евангелии Матфея 10-3. Более подробно говорит об этом Никифор Каллис, древний греческий церковный историк. В 40-й главе 2-й книги своей истории именно Никифор Каллис говорит следующее «Святой Иуда не искариот, но иной, коему усвоялось два наименования Фадей и Левей, сын Иосифа, брат Якова, сверженного с крыши храма. Первоначально благовествовал Евангелие в Иудее и Галилее, в Самаре и Едумее, а также в аравийских городах, в сирийских и месопотамских странах. Потом прибыл в Айдес, город Авгоря, где ранее благовествовал имя Христово иной Фадей, апостол из 70-ти, «И здесь восполнил все то, что не было окончено тем Фадеем». Так говорит Никифор Каллис об этих двух Фадеях. Одного он именует из числа 12 апостолов Левеем, а другого же, воспоминаемого ныне, из числа 70 апостолов, только Фадеем, а не Левеем. Следует заметить также, что святой апостол, евангелист Матфей, называется у некоторых евангелистом Левеем. Богу нашему слава, во веки веков, аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.